Всем привет, с вами Зейн и сегодня мы разберемся со всеми статами и мутациями в игре, пройдемся от самых понятных к самым тяжелым. А также расскажу, что они делают и где используются, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, ну и приятного вам просмотра. Начнем с мутаций, так как их всего 5 будет просто объяснить. Изначально давайте разберемся, что такое мутация. При использовании неонберри на пчеле, а после кормения ее биттерберри, есть шанс на то, что она станет мутированной. Также есть микрошанс того, что вам упадет мутированная пчела с реалжелей или обычной еды. Но шанс там очень маленький, поэтому первый вариант намного лучше. Сначала обговорим, как формить биттерки и неонки, а уже потом обсудим, какие мутации есть в игре. Основной приток биттерберри это грибы, мондо, а также пестицид плантера. Она дает 100 плюс биттерберри за сбор. У неонберри такая же история, основной приток это грибы, грибы и еще раз грибы. Атомная печенька при скормлении пчеле дает 100% мутацию, ее можно выбить скрабом. В игре существует всего 5 мутаций, давайте по порядку. Конвертрейт отвечает за разгрузку меда вашей пчелы. Очень важный баф синий и юзается обычно на буянтах и тапках. Газаремаунд отвечает за сбор пыльцы вашей пчелой. Очень нужный баф в белой и красной, обычно используется на векторах и спайси. Энерджи. Энергия баф, которая дает пчеле дополнительную энергию. Баф этот никто почти не использует, но вы можете его ставить, если у вас мало сделанных квестов полярного медведя. Атака. Баф, отвечающий за атаку пчелы. Юзается в красной и белой пыльце на снайперах. И последняя мутация бар, биобилити рейд, который отвечает за скорость спавна токенов ваших пчел. Используется в синей и белой пыльце на снайперах или тапках. Также ее можно ставить на того же медведя, чтобы он быстрее кидал вам свои токены превращения. Теперь о статах. Начнем с простых. Полен и все его вариации, ред, блю, вайт полен, дают баф на определенную пыльцу, так же как статы на поля. Чем больше процентов пыльцы поля у вас в стате, тем больше вы будете на нем фармить. Дальше инстант конверсия. Чем больше процента у вас этого бафа, тем больше ваша пыльца будет преобразовываться в мед. Инстант нужен только в красной и белой, а у синей слишком большой рюкзак, поэтому ей он не надо. Насчет рюкзака, баф, капасити и его две вариации. Дает вам больше рюкзака или в плюс числе, или в числе множителя. Разница лишь в том, что первый даст только то число, что написано, а второй всегда будет умножать ваш рюкзак даже при его увеличении в дальнейшем. Крит шанс и крит повар очень крутые бафы для всех пыльц. Крит шанс дает вам шанс на большой урон по мобу, а крит повар дает шанс на большой прирост меда с бомбы или вашего клика. Конверт рейд мы уже обсуждали, так что его пропустим. Бомб полон и все его вариации, ред, блю и бас, рассчитываются на то, что ваши бомбы будут приносить больше пыльцы. Очень полезный баф для синей, так как фарм идет там через бомбы. Гу баф, также его можно назвать бафом для гаммдропов. Логично, что просто увеличивает ваш фарм на гаммдропах и очень помогает в белой пыльце в набивании гамми старом. Мувмент коллекшн, который есть на ботинках, дает прирост к фарму с ходьбы. Плеер мофф спид и джамповар, думаю, не нуждаются в объяснении, дают больше скорости и прыжку игроку. Дефенс, баф защиты, которая поглощает процент урона и дает вам больше преимущества против сражения с тем же стикбагом или крабом. Баббл полон, само название говорит за себя, дает прирост к фарму с пузырей, полезен только для синей и то не сильном. Флейм полон, такой же баф, как и прошлый, увеличивает фарм с огня и полезен для красных. Конверт рейтед хайв, очень важный баф для синей и дает ускорение скорости разгрузки в улье шара или вашего рюкзака. Полон фром тулс, дает больше копания вашим палкам. Также существует инстант баббл, флейм и бомб конверсия, которая, как логично за своего названия, дает хорошую разгрузку пузырям, огням и бомбам. У синих, иногда на фармах, золотой пузырь может разгрузить больше 1 миллиарда рюкзакам. ПФБ или же полон фромбис, очень важный стат для пчел, который повышает сбор с ваших же пчел. Многие думают, что этот стат бесполезен, однако с новой метой в красный, фармящими снайперами ХПП, о которой мы поговорим попозже, стал хуже, чем ПФБ. ПФБ или же пыльца с пчел, влияет на то, как сколько эти самые пчелы будут по полю собирать пыльцу. В красной для снайперов ПФБ важен, как никто другой, ибо от него увеличивается фарм с выстрелов. Подробнее гайд про красную пыльцу вы, кстати, можете найти у меня на канале. Подсказка сверху, вот должно было у вас вылететь. А в белой и синей пыльцах ПФБ в принципе не надо, там важнее будет ХПП. ХПП, хонный перполон, стат, который полезен в принципе для каждой пыльцы. В белой и красной он увеличивает фарм очень даже неплохо. В синей дает возможность заработать больше меда от фарма на поле, а не с шарика. ХПП влияет на то, сколько меда твои пчелы соберут за любое собирание пыльцы. То есть, если ваша пчела собрала тысячу пыльцы и у вас статок 10% ХПП, то вы получите 100 меда сверху. ХПП можно получить на данный момент только с нектаров, часов и лунного амулета. Бонд оф Тритс и Бонд оф Баттл, бесполезные статы для фармов, но для Апаулия шикарные. Бонд оф Тритс дает больше корма с еды, а Бонд оф Баттл больше опыта с моба, но все равно является бесполезным бафом. Хонный фрам токенс, важный баф для белых, который дает с токеном меда больше самого же меда. Объясняется это тем, что у белых, когда лопается гами звезда, выпадает много токенов меда, и с помощью этого бафа вы соберете еще больше, чем могли. Би атака, а также все ее вариации, ред, пчел синих и колорлесс дает дополнительный урон, или всем пчелам воли, или определенной пыльцем. Еще есть супер крит шанс и супер крит повар, но это то же самое, что и просто крит шанс и повар, только лучше. На этом все, я рассказал вам все бафы в игре, возможно забыл какие-то незначительные, но самые основные теперь вы знаете. Для вас готовится очень крутое видео, все спойлеры буду кидать в свой дискорд сервер, ссылка на который в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok